Депутаты городской домы Бийска, те, кто был замешан в декларационном скандале, пока остались на местах. Исключать из своих рядов штрафников народные избранники сегодня не стали. На голосование внесли проект ответа на протест прокурора, который, по сути, в дальнейшем даст существенные послабления. Позволит не выгонять, а просто пожурить тех депутатов, которые запутались в своих доходах и забыли указать заработанные деньги, счета в банках и многомиллионное имущество. В силу части 2, 54 Конституции РФ, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Таким образом, нормы статьи 42 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в РФ имеют обратную силу. При этом, даже несмотря на то, что речь сегодня шла о принятии поправок в муниципальное законодательство, за данное решение проголосовали далеко не все. По-прежнему на более жестких мерах воздействия настаивают депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР. По их мнению, наказывать депутатов нужно по тому законодательству, которое действовало на момент нарушения. Мы абсолютно согласны с законом, что, да, возможно, представления нужны, то есть муниципальным депутатам, поселковым, то есть депутатам, но для будущих правонарушений. То есть, поэтому наше мнение с предыдущей сессии никак не изменилось, поэтому мы будем голосовать против данного ответа прокурора. В итоге за послабление проголосовали только представители «Единой России» и КПРФ. Хотя на предыдущей сессии коммунисты были другого мнения и настаивали на исключении нарушителей. Но сейчас они были заодно с «Единороссами». Ответ на протест прокурора – это именно тот самый вопрос, из-за которого в августе было сорвано заседание городской думы Бийска. Тогда большая часть депутатов склонялись к тому, чтобы предложенный комитетом по законности и местному самоуправлению проект не поддержать и, соответственно, выдворить декларационных нарушителей. Сегодня же расклад сил изменился. А вот поменяется ли он, когда дело дойдет до конкретных персон, станет известно уже на ближайшей сессии. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.